и роман душкин научно-просветительском канале душкин объяснит я сегодня объясню еще про один клеточный автомат который не совсем стандартный не похож на игру жизнь и вообще он работает не совсем так как работают клеточный автомат этот автомат называется коди причем информации на русском языке о нем практически нет погнали смотреть автомат который называется коди он был изобретен по моему в 1998 году и коди расшифровывается как коллег дистрибьют я постараюсь найти статью в которой он был написан вот оригинальную статью до прикреплю тогда в закрепленном комментарии и этот клеточный автомат он как обычный двумерный клеточный автомат находится на какой-то доске но эта доска обычно ограничен ограниченное пространство прямоугольная у нас есть вот эта клеточная доска и каждая клеточка здесь каждая клеточка здесь это можно сказать конечный автомат конечный автомат фишка в том что у него есть две фазы работы первая фаза рост и вторая фаза функционировал рассмотрим фазу рост рост осуществляется на базе понятия которая звучит как хромосома хромосома определяет для каждой клеточки для каждой клеточки для каждого клеточного автомата конечного автомата который находится в каждой клеточке правило роста первоначально это хромосома определяет в том числе значит давайте так правило роста примерно такие значит здесь тело нейрона до клетки вот эти вот конечно автомата называются нейроны у нейрона может быть тело значит нейроны не бывает состоит из трех штук тело аксон и дендрит как устроены естественные нейроны я сказал здесь значит второе расти вперед третье поверни направо или налево и четвертый тип правил разветвляясь направо или налево вот для каждой клеточки для каждого конечного автомата который находится в клеточке фазе роста хромосома определяет вот эти вот правила рост и таким образом у нас есть вот эта вот доска у нее на ней есть тело нейрона давайте мы обозначим желтым цветом и потом начинают расти два типа клеток значит давайте давайте мы так обозначим тело нейрон у нас желтым цветом обозначает аксон обозначается красным цветом а дендрит обозначается зеленым цветом традиционно и допустим вот здесь вот у нас в этой окрестности есть образовалась тело нейрона и у нее например могут пойти расти дендриты вот например так да и у него вышел один аксон а это совершенно произвольно у него в четыре стороны четыре стороны могут выйти как бы один дендрит 3 аксона 2 дендрита 2 аксона или 3 дендрита один аксон как вот здесь и потом на каждой клеточке вот этот вот то что у него вышло дендрит или аксон смотрит вот на эти правила например расти вперед вот он порос вперед на этой клеточке повернуть направо опять расти вперед раздвояйся разветвляйся налево вот он растет вперед и разветвился налево да это вот так вот аксон вырос точно также растут дендриты вот как только дендрит соприкасается с другим дендритом или акционом он прекращается свой рост ну и аксон тоже самое допустим вот так вот может расти вот этот дендрит может расти вот так вот допустим только прямо а вот этого него уперся начал это прекращает рост и вот это добрет например растет вот так вот то что-то он повернул потом здесь как так вот этот фаза рост соответственно пози роста информация распространяется по тел от тела вот на те клеточки которые у нас есть и распространяется вот вот так вот вот как оно растет вот так вот распространяется информация о росте и когда фаза роста закончена то есть всех все правила хромосом отработали никто никуда больше растить не может для всех тел нейронов то есть на этой доске может быть большое количество нейронов мы переходим к фазе функционирования функционируем и функционирование происходит таким образом каждый тик времени на у нас тики времени ну или такт и каждый такт времени каждый наверно так на по-моему каждый нечетный или нет так что я подзабыл вот в общем а фишка в том что вот с этих тел с этих тел происходит импульсация импульсация как в обычных нейронах идет по аксону но импульсация происходит ровно тогда когда со всех дендритов которые пришли в этом теле к этому телу присоединяются пришло определенное количество импульсов у каждого нейрона есть свойство сколько импульсов него должно прийти для того чтобы он по своему аксону запустил импульс вот и значит в каждом дендрите и в каждом аксоне есть понятие гей гей это та сторона клетки вот этого конечного автомата от которого этот дендрит ждет сигнал в режиме функционирования то есть вот этот дендрит передал в этот дендрит сигнал в определенный такт времени следующий так времени этот дендрит передает эти сигналы сюда соответственно назад вот через эти ворота дендрит сигнал не передает это определяет распространение сигнала во время функционирования то же самое относится и к аксону допустим у нас какой-нибудь такой вот аксон есть вот здесь вот у него есть гейт и сигнал передается от этого аксона сюда и соответственно он потом идет вот так вот если у нас если у нас происходит такая штука что дендрит граничит с аксоном то между ними тоже есть гейт и сигнал всегда передается от дендрита в ру конечно а таксона в дендрит сигнал всегда передается от аксонов в дендрит и вот так вот производится вычисление собственно я вам покажу одну картинку которая в английской википедии есть вот так вот она выглядит это уже фаза то есть фаза роста закончилась вот идет белые клеточки на черной доске черная доска это первоначальное первоначальное состояние коди белые клеточки это тела нейронов красные клеточки это аксоны зеленые это дендриты а вот эти вот разные беловатые клеточки это как раз разные правила хромосом расти вперед поверни направо-налево разветвляясь направо-налево то есть вот черная клеточка это расти вперед клеточка посветлее это поверни клеточка еще более светло это разветвлять они вот примерно так обозначаются и собственно вот этот вот коде этот клеточный автомат который уже вырос он его можно запустить как его запускать вот тут я немножко подзабыл поэтому пишите в комментариях если вы вдруг знаете вот фактически фактически этот клеточный автомат он направлен на моделирование нервной системы нашей человечестве вообще любой нервной системы именно естественно но как математическая модель он полностью повторяет импульсные нейронные сети когда мы про импульсные нейронные сети будем разговаривать и вот этот клеточный автомат под названием коде или как коллег and distribute как раз моделируют при помощи теории формальных автоматов клеточных автоматов импульсные нейронные сети вот такая петрушка получилось то есть изобретатель изобретали изобретали и снова изобрели импульсные нейронные сети так хотя тут конечно посмотреть что было изобретено раньше и в общем скорее всего работа велись параллельно взаимоусиливая друг друга ну что ж друзья надеюсь было интересно понятно вот такой необычный есть клеточный автомат он довольно редко используется я не нашел в интернетах его симулятора поэтому если вы вдруг найдете пишите тоже в комментариях туда прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал потому что только у меня на канале происходит такой вот систематическое разложение сложных вещей на простые на простой язык с вами был роман душкин до новых встреч пока и 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